Празднование служения апостола Павла Сегодня проповедь будет прерывать обычный проповеднический цикл. Мы сегодня будем слушать проповедь на второе послание Тимофея, на начало второго послания Тимофея. Это один из текстов, который читался вчера на всех местах, посвященных служению апостолу Павла. Вот портрет вот этого человека, которого я поместил сюда на центральный начальный слайд с проповедью, это портрет очень известного служителя 7 века, ну даже 8 на рубеже 7 и 8 веков он жил. Причем его служение началось очень и очень интенсивно. Около 681 года разразилась эпидемия чумы на острове, называемом ныне Англией. И причем в одном из городов, в Ероу, умерли все священники от чумы и остался в живых лишь один отец-настоятель. Но настолько был предан он делу Божьему, отец-настоятель, что он решил, что несмотря на то, что чума, богослужение в церкви не должно прерываться. Не должно прерываться служение слова, не должно прерываться служение таинства. Кто-то в церковь да приходит. А кроме того, у них была ведь очень сильная интенция, это все-таки такое еще не остывшая первая любовь. Он честно служил еще и все часы, все литургии часов. То есть, пять богослужений в день плюс месса с проповедью. Один священник. Он решил, поскольку я один остался, я один все это и буду служить. И не смог выдержать этого больше недель. То есть, неделю один послужил так и понял, что загибается. И тогда пришел один мальчик к нему и говорит, хочу быть послушником и помогать тебе. Настоятель обрадовался, тут же возвел мальчика в чтецы и поручил ему служить пятикратную литургию часов, а сам уже только мессу служил. И они служили так несколько месяцев, пока не подоспела помощь вдвоем. Так вот, этим мальчиком был вот сей достойный муж. Имя у него необычное, зовут его Беда. Он стал одним из величайших проповедников и в историю вошел с прозвищем Достопочтенный. К концу жизни он ослеп. И существует даже прекрасная легенда, что он уже, будучи слепым совершенно, настолько был предан делу проповеди Евангелия, что однажды шел из одного города в другой, и у него был мальчик по воды. И мальчик решил немножечко отдохнуть. И сказал ему, смотри, тут народ вот стоит, как раз очень хорошо бы тебе проповедовать начать. А сам прилег поспать, потом там ягод поел. А Беда Достопочтенный настолько обрадовался, что стоят люди, ждут его проповеди, что начал проповедовать. Ну и проповедовал час, мальчик уже наелся, выспался. И дергая его за сутану, говорит, ну все, все разошлись уже, Беда закончил проповедь. И в этот момент, по благочестивой легенде, раздалось мощное аминь. Аминь, грянули скалы, значит, вот настолько горячо проповедовал святой Беда Достопочтенный. Но то, что он был предан делу проповеди, хотя эта легенда, ну, может быть, и не имеет под собой какого-то реального исторического основания. Но дело в том, что когда он совсем заболел и ослеп, и уже с трудом поднимался, он не оставлял дело проповеди. Он переводил Евангелие от Иоанна на древнеанглийский язык. И, несмотря на крайнюю слабость, продолжал служить все шесть богослужений присутствовать. Ну, сам он уже не служил, уже были другие служители. Но он приходил на каждую молитву и пел в хоре в монастырском. И когда его спрашивали, отче, ну, почему ты не лежишь и не болеешь спокойно? Он говорит, я знаю, что ангелы тоже посещают все канонические часы и собрания братьев. А что, если среди братьев они не найдут меня? Разве не станут они спрашивать, где же Беда? Почему же он не пришел для положенного служения вместе со своими братьями? Фактически, проповедуя, и умер этот великий служитель. И когда монах высекал на его надгробии эпитафию, он пытался подобрать слово, которое охарактеризовало бы служение этого человека. Но ничего в голову ему не приходило. Тогда он решил, что на свежую голову утром допишет. И он оставил фразу такую. Хиг сунд инфоса беда пробел оса. Ну, здесь в опрахе покоятся кости беды. Ну, и дальше пробел. И когда наутро он вернулся, то рукой ангела увидел высеченное на могиле слово венерабелис. Беда достопочтенный. Так вот он и вошел, значит, в историю. О чем можно сказать? Что можно сказать о секрете его успеха? Вы знаете, человек всю свою жизнь был предан проповеди Слова Божьего. Предан служению Богу. И на самом деле, вот когда я читаю подобные свидетельства, я думаю, что не число новообращенных, не популярность, не уровень зарплаты, а только верность Богу – это единственный критерий успеха Божьего слуги. Бог всегда ждет от нас не результата, измеряемого, может быть, в рублях или количествах людей, посещающих собрания, но Бог ждет от каждого из нас верности. Мне так хочется, чтобы Бог отнесся и к моему служению снисходительно и радостно, и к вашему служению тоже. Но когда мы оцениваем друг друга, мы часто это делаем поспешно. Нам нужно учиться одному – верности Богу. И вот послание, которое апостол Павел, тоже великий и посвященный служитель Божий, пишет другому великому и посвященному служителю Божьему, своему ученику Тимофею, в самом конце Павлова служения. Это послание написано в 67-м году, скорее всего, за несколько недель до Павловой казни. То есть, это вообще последнее, что он написал. И здесь апостол Павел перечисляет вот такие качества преданного Божьего слуги. Давайте о них поразмышляем с вами. Итак, второе послание Тимофею, первая глава с 1 по 7 стихи. Павел, волей Божией апостола Иисуса Христа, по обетованию жизни во Христе Иисусе, Тимофею возлюбленному сыну, благодать, милость, мир от Бога Отца и Христа Иисуса Господа нашего. Благодарю Бога, которому служу от прародителей, с чистой совестью, что непрестанно вспоминаю о Тебе в молитвах моих днем и ночью. Не желаю видеть Тебя, вспоминая о слезах Твоих, дабы мне исполнится радость. Приводя на память нелицемерную веру Твою, которая прежде обитала в бабке Твоей Лаиде и матери Твоей Евнике, уверен, что она и в Тебе. По сей причине напоминаю Тебе возгревать дар Божий, который в Тебе через мое рукоположение. Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия. Все качества Божьего слуги, о которых мы сейчас поговорим, здесь можно разделить на три категории. Служитель по отношению к Богу, служитель по отношению к людям и служитель по отношению к самому себе или его внутренний мир. Давайте посмотрим на качество апостола Павла по отношению к Богу. Во-первых, такой служитель, верный служитель помнит, что ему оказана честь. Павел волею Божий апостол. Бог хочет, чтобы мы служили Ему. Это, знаете, поразительно. Клайв Льюис в размышлении о псалмах удивляется, почему Бог так настаивает на том, чтобы его хвалили. Ведь Бог не девица, которая нуждается в комплиментах. И далее Льюис рассуждает о том, что если ты не хвалишь хорошую картину, то на самом деле это характеризует тебя, а не картину. Но это ты, скорее всего, глупый человек, который не разбирается в искусстве. Картина не призывает хвалить себя, но художник призывает хвалить картину, потому что действительно понимает, что это прекрасно. То, что нам нравится, мы хвалим, поэтому нельзя Богу служить, не любя Его. И нельзя вообще начинать служение Божие, не осознавая, что это вообще-то великая честь. В Псалме 49 Бог говорит, если бы я взалкал, то не сказал бы тебе, ибо моя вселенная и все, что наполняет ее. Служение Богу не доставляет ему, вернее, не восполняет какой-то недостаток, который якобы у Бога есть. Служение Богу основано на глубоких отношениях вот этого почтения и благодарности Ему. Поэтому Павел и начинает всегда свое послание с выражения глубочайшей благодарности Богу за оказанную Ему честь. Далее служитель осознает свою ответственность. Он ответственен за послание. Я апостол, буквально посланник, вестник. И каждый посланник отвечает за то, что ему вверено. В древнем мире переписчики знали, что за орфографическую ошибку их могут побить палками. В одной из стран Востока переписчиков замуровывали в стене библиотеки, если они совершали грубое насилие над текстом. И знаете, когда ты живешь вот в такой обстановке, когда ты ощущаешь ответственность за вверенное тебе послание, то ты экстраполируешь это и на свое служение Богу. Конечно, Бог не замуровывает нас в стенах библиотек, хотя, может быть, иных служителей уже и пора бы туда замуровать. Но каждый из нас должен осознать свою ответственность. Нам нельзя ничего изменить в Божьем послании. Его послание отличается от других. Я апостол по обетованию жизни во Христе Иисусе. То есть, Павел сознает, что проповедует не просто систему ценностей, не христианский клуб по интересам. Люди, скептически настроенные к Евангелию, много раз говорят нам, ну, нам совершенно неинтересно, что вы тут проповедуете. И многие служители так озабочены тем, чтобы сделать Евангелие интересным, вместо того, чтобы бросить все усилия на доказательство того, что человек нуждается в Евангелии. То есть, ну, как бы это вам сказать, да? То есть, если человек смертельно болен и не хочет принимать лекарства, потому что считает, что у него все нормально, то разумно потратить время и силы на доказательство того, что человек серьезно и системно болен, чтобы он захотел лекарства, а не рекламировать бренд и упаковку. Можно, конечно, значит, лекарства сделать каким-то таким смешным, красивым и так далее, но человек не захочет его принять. Скажет, опять это ваша фармакологическая секта, тут что-то придумал. Я поражаюсь, сколько времени служители тратят на то, чтобы разрекламировать тусовку, вместо того, чтобы предлагать людям жизнь во Христе Иисусе. Билли Грэм как-то рассказывал, что во время Олимпийских игр 60-го года в газете появилась карикатура на марафонский бег. Ну, пародия на известную историю о марафонском бегуне. Бегун, несущий весть о победе из местечка марафон в Афины, из последних сил, спотыкаясь, добегает до дворца, до дворцовой площади Афин, падает перед народом и бормочет. А что же надо передать? Забыл. Ну, действительно так. Мы сосредотачиваемся на движении, а не на вести. Очень много христианских движений сегодня и поразительно мало вестников. Смотришь на христиан и думаешь, не забыли ли мы, а что мы должны сказать? Мы так обставили свои богослужения, что надежно похоронили смысл богослужений иногда за тем, чем мы их обставляем. Причем исторические церкви обставляют это пышностью высокоцерковных служений. Современные церкви обставляют это театральными служениями и музыкальным поклонением и так далее. Но как только то благолепие, которым мы хотим пленить сердца людей, начинает заслонять суть Евангелия Иисуса Христа, обетование жизни во Христе Иисусе, в этот момент мы совершаем ошибку. Апостол Павел осознавал, что самое главное в его служении это Бог. Милость, мир от Бога Отца и Христа Иисуса Господа нашего. Но далее мы видим, как служитель относится к людям. И это пример косвенный. Здесь Павел не поучает, но через небольшие штрихи в отношении к Тимофею мы видим, как он относится к ученикам. Какая атмосфера вообще царит там, где служение поставлено правильно. Обратите внимание, что он любит. Начинается во втором стихе это послание со слов возлюбленному сыну. Слово сына, технос, для Павла непривычно. Павел вообще довольно суховат. Обычно он употребляет слово хиос, греческое сын. Такой юридический термин. А вот слово текне, сынок, свидетельствует об очень близких отношениях с Тимофеем. Павел относится к Тимофею как к своему ребенку. Потому что детей не выбирают. Вот какой родился, того и любишь. И этому нужно поучиться у Павла. Он благословляет. Многие привыкли, что священник это человек в рясе, который, потрясая кулаком, любит кричать анафема. И вот сейчас, если вы наберете в ютубе слово анафема, прям вот всегда будет первая выдача, как православный священник, там анафему Константинопольскому патриарху произносит наш. Ну и на эту анафему такой очень тяжелый трек наложили heavy metal. И вот очень так попадает, очень страшный такой священник. Но Павел призывает на Тимофея Божие благословения. Благодать, мир, милость от Бога Отца и Христа Иисуса Господа нашего. Напомнить о таких чудесных реалиях всегда приятно. Многие служители напоминают только о грехах. Как сатана, честное слово. Потому что сатана, вот он любит напоминать Богу о наших грехах. Апостол Павел напоминает о благодати, о силе Божьей для нашего спасения, о милости, о том, что Господь помилует грешников, о мире, о том, что Бог не враг нам. Я помню, как однажды одна такая опытная семейная пара поучала нас, еще молодых, только вступивших в брак, что когда у вас там конфликт семейный, нужно посмотреть друг другу в глаза и спросить, помнишь ли ты, что я не враг тебе? Ну и по их мнению, это всегда гасит конфликт. Жизнь показала, что не всегда срабатывает сразу, но срабатывает. Значит, ну Бог-то точно нам не враг, поэтому и мир от Бога Отца. И если мы хотим быть хорошими служителями, нам нужно учиться благословлять друг друга. Обратите внимание, что он помнит. Вспоминаю о тебе, о слезах твоих, привожу на память нелицемерную веру твою. Он помнит, как зовут маму, как зовут маму его, значит, как бабушку зовут Лаиду, значит, и Евнику, ну и так далее. Вспоминается комедия вот эта вот какая-то с Пьером Ришаром, там был начальник, который вечно путал имена и своих подчиненных, и имена их детей тоже. Он помнит эмоциональные реакции, имена родителей. И это о многом говорит. Я сегодня с ужасом осознал, думаю, ведь не знаю, когда родился патриарх Августин наш. Вот молюсь о нем каждую мессу. Да, о дне рождения не знаю. Поэтому дочке сегодня написал, вытер пот салба в октябре, значит. Это еще не скоро. Ну, сейчас 70 лет, все, подготовимся как-нибудь, да. Хорошо, теперь знаю, когда день рождения у моего патриарха. Вот, ну, я не призываю затренировать память или заводить базу данных. Я призываю, по примеру, апостолу Павла к неравнодушию. Он молится всегда. Непрестанно вспоминаю о тебе в молитвах моих днем и ночью. Молиться за людей, молиться за учеников. Я помню, как-то я был очень воодушевлен воспоминаниями известного благовестника Луиса Палау, который был еще совсем мальчишкой. И вспоминал, как впервые он понял, что значит молиться за весь мир. Я прям прочитаю его воспоминания. К нам приехал миссионер Кейт Бенсон. Каждую среду мы вместе молились. Сначала за всю мою семью и всех друзей. Он всех их запомнил по имени. В следующий раз он приносит карту, на которой 16 синих точек церкви моей динаминации. Всех пасторов запомнил по имени. В следующий раз красные точки, баптистские церкви. Что за них молиться? Зеленые методисты. Они что, тоже христиане? Потом он принес карту всей области и спросил меня, знаю ли я, сколько в моей области городов. А сколько церквей? Конечно, я не знал. Оказалось 923 города и всего-навсего 92 церкви. Он молился отдельно за каждый город, в котором есть церковь. Потом за города, в которых нет церкви. Причем рассказывал, Господи, ты видишь, что в этом городе нет церкви и тому подобное. Он умудрился уведомить Бога о многих вещах. Следующей оказалась карта Аргентины. Тогда я почувствовал, да, быть мне миссионером в Аргентине. Мне казалось, что дальше некуда. Но мы начали молиться за наш континент, а потом за всю Европу. Кейт Бенсон ходил по комнате. А я-то привык к нормальной англиканской молитве. А тут слышишь его голос то в одном конце комнаты, то в другом. И причитал, Господи, ты видишь, что в этой стране дуют ветры, там нелегко живется. За этим следовал небольшой урок географии, чтобы просветить Господа, как тут дела обстоят в его мире. Но я в результате такой молитвы почувствовал, что одной Аргентиной не ограничится. Придется проповедовать и в других странах. Я думал, что мы достигнем конечной точки на этом. Но вот он приносит глобус. И мы стали молиться за весь земной шар. Он прямо как в рекламе обнял его своими руками и взывал. Господи, я хотел поехать туда-то, но ты мне не позволил. Я хотел проповедовать в этой стране, но ты не пустил меня. После этого действительно чувствуешь, что земля тебе не чужая. Ты должен благовествовать во всех тех странах, за которые молился. Знаете, я всегда с умилением читаю о такой детской наивной молитве, когда ты молишься о том, чтобы тебе служить людям. И самый верный способ укрепить отношения с человеком, начать молиться о нем. Я помню, как на конгрессе Амстердам-2000 выступал пастор из разрушенной войной Руанды. Его звали пастор Эммануил. Когда-то он прочитал книгу доктора Билла Брайта «Грядущее пробуждение» и познакомил с ней своих друзей-пасторов. И тогда он говорит, что Дух Святой совершил невозможное. Пасторы из народности Хуту впервые встретились с пасторами из народности Тутси. Вы помните, что это был глубокий межэтнический конфликт. И они вместе постились и молились в 40 дней. И примирение началось хотя бы на уровне церквей. И вот пастор Эммануил, он свидетельствовал, что нам удалось снять поношение хотя бы с церкви. Потому что ненависть достигла таких пределов, что мы просто не знали, что делать. Но в церкви у нас был мир. И это свидетельство великой силы Божьей. Молитвы. Служитель, конечно, заботится о духовном состоянии паства. По сей причине напоминаю тебе. Павел предан духовному росту Тимофея. Потому что знал, что не наша репутация важна, а люди, которые прославляют Бога. Не количество людей важно, а качество их. По сей причине напоминаю тебе, чтобы ты возгревал дар Божий. Потому что Павел прекрасно понимает, что лучше один преданный Богу служитель, чем десять никчемных и пустых псевдо-христиан, которые заполняют церковные скамьи, но сердца их пусты и холодны для Бога. Как в моем любимом мультике про жадного купца, который там пять шапок из одной овечьей шерсти заказал скорняку. И вот получились такие маленькие шапочки. Лучше одну шапку, но хорошую, чем пять никому не нужных. Потому что так все работает. Апостол Павел это очень хорошо понимал. Его задача была не на рукополагать как можно больше кого-нибудь. Его задача была вырастить тех, кто есть, кого призвал Бог. Ну и третий, вот как раз такой пример или урок для нас, служителя Божьего. Служители его внутренний мир. Мы видим, что апостол Павел и Тимофей вот здесь поступают по одному правилу. Они принимают то, что зависит от Бога. Дар Божий, который в тебе через мое рукоположение. Это один из стихов, который я долгое время упорно не замечал, может быть. Ну или боялся заметить. Но здесь апостол Павел не боится сказать, что да, дар Божий через апостольское рукоположение передается. Чего здесь такого-то? Ну, наверное, потому что апостол Павел не был знаком с протестантскими некоторыми богословскими конструкциями. Поэтому вот он как знал, так и говорил. Дар Божий через мое рукоположение. Ну и что? Да, такое бывает. И история с самарянами это продемонстрировала. Вот помните, мы часто слышим, и я часто слышал, и даже учил этому, что апостольское преемство – это всего лишь преемство учения. Вот, правильного учения. А тут недавно перечитывал деяния, потому что мне задали вопрос по деяниям, и удивился. Вот Симон Волх давал деньги за то, чтобы получить вот эту силу, да, власть, передавать Духа Святого, на кого я возложу руки. То есть, не про учения он просил, то есть, он не учения покупал у апостолов, он не сказал, вот вам деньги, и дайте мне полный конспект ваших лекций, чтобы я вот точно от вас перенял учения и другим людям его вот передал. Симон Волх понимал, что лекции-то он и сам законспектирует, ну, то есть, учения-то он может принять, а вот передавать Духа Святого не может, нужна легитимизация. Только другое дело, что желание его было нечистым, он думал за деньги вот это все отдать. Поэтому этот грех Симония, когда кто-то покупает церковную должность, благодать Святого Духа. Но вот здесь Тимофей принимает то, что зависит от Бога и не говорит, ну, знаешь, апостол Павел, мне просто достаточно учения, ты пиши мне почаще, и все будет хорошо в Ефесе, в моей церкви, которую ты мне вверил. И Титу почаще пиши, а то, видишь, как несправедливо, Титу одно послание, мне два, вот, зато Тит-то там ощущает себя как-то неполноценно. На самом деле нет. Они принимают Духа Святого через апостольское рукоположение, и исполняются Духом Святым, и служат Ему. И интересно, что Павел говорит, что Бог дает нам Духа небоязни, то есть смелости. Вот как узнать служителя, которому передался Дух Святой? Он смелый, он небоязлив. Вот это тоже слово в Откровении 21.8. Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и так далее, и любодеев. То есть он не боится проповедовать. Речь здесь, конечно, идет не о застенчивости, иначе все интроверты попадали бы в ад. Здесь речь идет о трусости, о предательстве. То есть когда действительно от тебя требуется защитить Христа, ну, то есть встать и засвидетельствовать, а ты трусишь, укрываешься и отрекаешься. Поэтому нам нужно молиться, конечно, о смелости. Сила, это Бог дает нам Духа силы. Сила Божия проявляется в благовестии, мы читаем об этом. Евангелие, сила Божия ко спасению всякому верующему. Сила Божия проявляется в немощи. Господь сказал мне, пишет Павел, довольна для тебя благодатью моей, ибо сила моя совершается в немощи. Поэтому я гораздо охотнее буду хвалиться немощами своими. Павел сначала был очень сильным, а потом вот Бог его смирял, и через болезни в том числе. И Павел стал достаточно слабым, чтобы стать служителем Божьим, чтобы сила Божия проявлялась в нем. Это дух силы, это не плоть силы и не сила плоти, это дух силы и сила Духа Божьего, проявляющаяся через служителей. Вот так это узнается. Любовь. Апостол Павел пишет, что именно вот этой любви должен быть исполнен служитель. Я читал сегодня с утра послание Папы Римского Франциска, послание, посвященное социальным сетям. Легко найти в интернете, можете прочитать. Это потрясающий текст. И завершается это послание тоже потрясающими словами. Сама церковь это сеть, сотканная евхаристическим общением, в котором единство основано не на лайках, а на истине. На аминь, которым каждый прирастает к телу Христову, приветствуя других. Дух самообладания, целомудрия, вот здесь в русском переводе. Буквально дух победы над грехами. Многие служители падают жертвами греха. Прелюбодеяния, алчность, гордыня. Многие миряне падают жертвами греха. Те же самые грехи. Мы принимаем то, что зависит от Бога и должны это принять. Вот этот дух целомудрия. И я уверен, что только Дух Святой может помочь одержать победу над грехами. Все остальные ухищрения не работают. Сколько не консультировал я людей, сколько сам с собой не бился, только молитва способна подвигнуть тебя в такое состояние, когда ты хотя бы желаешь бороться с грехами. Потому что как только ты перестаешь молиться и исполняться Духом Святым, у тебя даже и желания не возникает. Ты уже опускаешь руки и говоришь, да катись, оно все в тарары. Не буду я уже над собой работать. Что там можно изменить. Но как только ты начинаешь молиться, Дух Святой действует. И ты вновь и вновь видишь маленькие чудеса, из которых складывается большое чудо преображения твоего. Но служитель не только принимает то, что зависит от Бога, он и делает то, что зависит от Него. Павел начинает с того, что ты дар-то свой возгревай. То есть ты не должен стоять на месте. Дар Духа Святого – это не то, что можно положить в карман и сказать, у меня теперь есть дар Духа Святого. Успокоиться на этом. Иногда в карман заглядывать, успокаивать себя. Есть дар, есть. И некоторые служители хранят свои ставленческие грамоты. Я тоже их храню, и они у меня тоже в рамочке, на стене. Но если только смотреть на ставленческую грамоту, если только хранить свидетельство о крещении, если только смотреть на прошлое, что тебе дан этот дар, ничего хорошего не будет. Я помню, ну, вернее, это очень инфантильная позиция. Я помню, когда мне было 6 лет, я так просил купить мне гитару. Потому что почему-то мне казалось, что как только мне купят гитару, я тут же на ней начну играть. Ну, вот как дяденьки в телевизоре. И мне гитару купили, и я взял ее по трейнкл. Как-то не очень похоже на дяденек из телевизора. И она многие годы висела просто на стене. Хотя дар-то мне дан был. Кстати, и способности музыкальные были даны. Я потом в музыкальную школу все-таки ходил, и на пианино играл. А на гитаре нет, потому что надо было все-таки ее снять и начать упражняться. Бенджамин Франклин сказал прекрасные слова. Лень подобна ржавчине. Она разъедает быстрее, чем частое употребление изнашивает. Я когда прочитал эти слова, я их написал на листочке бумаги и повесил над своим рабочим столом. Знаете, это ведь очень удобная такая ситуация. Часто ведь люди говорят, что люди тебе сядут на шею, будешь много работать, мало спать. И сердце надорвешь. И нервную систему истощишь. И суставы болеть будут. Я всегда смотрел на эти слова и думал, что ржавчина действительно разъедает быстрее. Если бросить автомобиль или какую-то железку в поле, она тут же покроется ржавчиной и через год развалится. А если ей работать, то она не один десяток лет может проработать при хорошем уходе. Так и с человеком. Нам нужно возгревать дар и не думать о том, что там у нас произойдет и как все это сложится. И не износимся ли мы раньше времени. Все у Бога, знаете ли, уже давно посчитано. И все дни наши знает он. Так что не износимся. А вот разъезд с ржавчиной вполне можно. Меня очень вдохновляло долгие годы. Я в 1992 году уверовал и прочитал заметку про автономную научно-исследовательскую станцию «Пионер-10». Ее запустили за два года до моего рождения в космос в 1972 году. И ожидалось, что она проработает три года. А вот в 1992 году была заметочка в газете, что «Пионер-10» работает, знаете, до сих пор. Три года ждали. Восьмиватный передатчик. А он, вот смотрите-ка, уже 20 лет посылает сигналы из космоса. И летит, летит там к «Кальдебарану». Ну, «Кальдебарану» он долетит через 2 миллиона лет, правда. Но все равно летит, вот 20 лет работает. И с тех пор я, пока не появился интернет, там по газетам следил. Работает. 20 лет работает. 25 лет работает. 28 лет работает. 30 лет работает. В 2003 году, 23 января, последний телеметрический сигнал пришел от «Пионера-10». Ну, а значит... Вернее, в 2002-м 30 лет, да. Телеметрический сигнал, а последний сигнал 23 января 2003 года. То есть, 31 год проработал с 10-ти кратным запасом мощности. Я все время думаю, вот советские инженеры закладывали 10-ти кратный, на всякий случай, запас мощности. Ну, потому что знали, если сломается, не поздоровится, никому сидеть будешь, видимо. Вот. Потому что боялись. Ну, закладывали, закладывали мощности. Я помню, я еще изучал сапромат. Боже мой, какой я старый. Я в институте, и нам всегда говорили, закладывайте, ребята, вы строители будущие, закладывайте побольше. Потому что кто его знает, чего там будет, пусть оно попрочнее будет. У нас такой был преподаватель, он говорил, всегда балку, когда рассчитываете. Потом, вот если будете рабочим задание давать, считайте с запасом, с запасом считайте. Ну, я думаю, вот ученые пользуются запасом надежности. А Бог-то тем более. Бог-то уж точно знает, какие форты ли мы можем выкинуть. И Бог каждому из нас вложил большой запас верности. Он, правда, к сожалению, рожевеет. Часто рожевеет. А надо бы, чтобы мы его употребляли в дело. Поэтому сегодня хотелось бы призвать всех нас служить Богу, используя тот запас верности, который Он в нас вложил. Пусть Господь смотрит на нас и радуется. Надо же, прошли годы. А Он работает еще, смотрите-ка. Хорошо, добрый и верный раб. Призову тебя в назначенный день, и войдешь в радость Господина своего. Вот об этом давайте бы с вами помолимся, дорогие мои братья и сестры. Не будем забывать о верных служителях Богу и сами становиться такими. Аминь. Помолимся. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Боже наш, великий и Всевышний Бог, сотворивший небо и землю и нас, грешных, сотворивший, Господи, согрешивших по глупости и неразумию нашему. Ну, сотворил-то Ты нас совершенными. Господи, помоги нам, чтобы мы могли возвращаться к Тебе через служение Тебе. Помнить, что оказал Ты нам великую честь каждому из нас, когда спас нас и призвал нас своей благодатью. Господи, научи нас и атмосферу-то правильную создавать. Друг другу хорошо относиться, любить и благословлять друг друга. И самое главное, не уставать, возгревать тот дар, который каждому из нас Ты даешь. Опять же, благодатью Свою. Просим Тебя через Господа нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, который с Тобой живет и царствует в единстве Святого Духа, Бога во веки веков. Аминь. Субтитры подогнал «Симон»!